Всем привет! Вы на канале Наша Жесть в Америке. Your life is my life. И я сегодня сдала два экзамена. Красавец! По одному я вообще уверена, что вы, потому что мы после того, как сдали экзамен, мы обсуждали все вопросы, и я просто не помню на четвертый вопрос. Я помню, что я в нем союневалась, но я не помню, что я конкретно ответила. Короче, ты сегодня на расслаблю. Это был по классу успеха экзамен. Ну, в принципе, он был легкий, и я даже рада, что не особо к нему готовилась, потому что у меня в один день совпало тест по географии, экзамен по географии и по успеху. И вчера, короче, на выходные, отдавая предпочтение, я подумала, что по успеху я и так иду на опережение. У меня на данный момент гораздо больше, чем 100%, потому что я делаю все экстракредиты. И даже если я на что-то могу, ну, сейчас у меня есть момент расслабления. Вот, я подумала, что даже если я плохо напишу, то фиг с ним, я перекрываю это экстракредитами. Но выходит, что лучше, хорошо, хорошо, что не тратила время. А по географии я готовилась много, упорно. И даже сегодня перед завтраком повторяла. Да, я все повторяла, еще и повторяла это все в Красте. И, в общем, ровно в 30 минут она обошла в помещении. И такая, типа, очищаем, на столе должен был остаться калькулятор, карандаш, стирка, какая-то вещь, если вам будет помогать. Вот, если вы учили, допустим, стрекали ручкой, то вот возьмите эту ручку, чтобы потом вспомнить, что вы делали. И, ну, листы я эти показывала, скэнтраншир. Ну, потом она меня удивила, она говорит, все подняли, типа, скэнтроны вверх. Ну, все подняли. Я думаю, она хочет, типа, ну, грубо говоря. Короче, это такие листики, на которых отмечаются кружочками вопросы и ответы. Короче, она такая прошла, я их все собрала. Вот так вот, как карты, их перетусовала. Она что, предполагала, что мы могли какие-то ответы поставить, но у нас же вопросов не было по экзамену. Вот что мы могли проставлять. Она их, короче, раздала по новой. А перед этим она еще, что говорила про новые? Да, она сказала, что она вообще любит, когда скэнтраншир открывается прямо в красе, упаковочка, потому что, типа, куда, чтобы вот он совсем новенький был, хрустященький и беленький, и чистенький, там, в общем, не дай. Короче, надо новую колоду карты открывать на географии. Ну, все, потом она, короче, отдала назад эти сконтроны. Руки сидим, типа, на столе. Она начала раздавать экзамен. В общем, так получается, что у тебя и с одной стороны, и со второй стороны люди с другими экзаменами. Мой такой же, как у меня, допустим, экзамен, да, он мог быть там возле ее, потому что она, они все отличались по цвету бумаги, которую она раздала, и обязательно она вызвала свою фамилию, и нужно было написать, какую у тебя, какого цвета была бумага. Ну, все, записали, опять руки положили. Кто-то начал отвечать на вопросы, и, в общем, тут я поняла, что нам надо ей скинуться на психотерапевта. Она покраснела, она, в общем, маленькая, худенькая, она стала такая красная, и она начала, у нее волосы, такие вот, ну, ну, может, ниже, чуть-чуть ниже плеч, она начала вот так вот руками зачесать. Ты знаешь, как, когда у тебя был хвост, ты распустил, да, и так, типа, себе массаж держишь, но она массажировала так, что я думаю, чтобы ты скальп только не сняла, да, вот так вот, и такая, ааа, я уже просила вас, экзамен не начнется, пока мы не соблюдем, короче, все вот эти ее правила, там, в общем, этот пацан, я думаю, пережил клиническую смерть в этих моментах, потому что он уже кинул этот, блин, экзамен. Она такая, это первый, я понимаю, но нас ждет еще четыре экзамена и финал экзамен, типа, поэтому, блин, строго выполнять все. И она, короче, там, прорала, что это все надо строго выполнять. В общем, мы опять положили руки на стол, а она там, где на доске было написано, что начало экзамена, она поставила, что сколько у нас, типа, времени на экзамен дается, что это весь класс, и она говорит, периодически я буду ставить, допустим, до конца экзамена осталось там 40 минут, 20 минут. Так, подожди, вы целый класс писали? Какие есть класс писали? Она говорит, если, типа, ты оканчиваешь раньше, тихонько отходишь, подходишь, отдаешь мне, ну, отдать нужно перевернутым, чтобы когда ты нес, не дай бог, кто-то не подсмотрел, блин, в твоем. Случайно. Да, перевернутым и, типа, свободен. Она потом еще раз прошла, так вот глазом окинула, чтобы никто там не подсматривал. И пока до начала экзамена, экзаменационные эти бумаги, они перевернутые лежат, ты даже не можешь начинать прикидывать какие-то себе, вот, ну, ответы, да? Ну, и тут она такая, типа, начали, начали. А, перевернули, давай, давай, листай. Короче, 26 вопросов нужно было выбирать, и 27 нужно было, допустим, рисовать график, находить какие-то там координаты. Потом построить график температур, нарисовать, а, нет, загоню, не нарисовать, была нарисована земля, и нужно было на ней обозначить самые главные там меридианы, ой, шер, ну, в общем, пока у меня в городе такая каша, да, что мне прям не верится, что это закончил, и становится страшно, потому что это еще 4 раза надо пережить. Такое ощущение, что учат, готовят учителя по этой графике. Ну, в общем, понимаешь, Сереж, да? Это рассчитано на, даже на тех, кто не прошел английский как второй язык, да? Ну, некоторые формулировки вопроса, я такая, я поняла, что времени не так уж, ну, это немного времени на все эти графики, на все это остальное, да? Я поняла, что нужно делать, как учила учительница. То, что сразу знаешь, все отмечаешь, отмечаешь, никаких этих затупов над одним сидеть, рассуждать. В общем, я ответила, и потом у меня было еще достаточно времени, чтобы вернуться к пяти вопросам, которые я не поняла. Другая учительница учила? Мисс, блин, да, когда-то она у нас учила, как тесты делать. В одном вопросе я вообще поступила по ее этому. Она говорит, блин, если не знаешь, что писать, выбирать, выбирай би, говорит, скорее всего, это правильно. Вот, я просто выбрала би, потому что, ну, я правда была не в курсе, что там, как происходит. Графики мне дались, ну, в принципе, легко, потому что я потратила практически всю субботнюю ночь, чтобы разобраться в этом. Все эти главные линии я заучила наизусть. Ну, я не знаю, наверное, что более сложным было. Вот какие-то эти вопросы, которые были с подзакобыркой. Ну, здесь, опять же, наверное, недопонимание, наверное, как-то вот этих терминов языка не хватит. Но это пять вопросов. Потом нужна была большая карта, и, допустим, отмечена точка A, отмечена точка B, нужно было записать правильно ее координаты. Потом нужна, да, потом была дана вот такая стопка разных координат. Нужно было найти эти координаты и пометить, ну, точку поставить на карте. На карте поставить, да. Потом представлены графики были, и что именно на этом графике он никак не подписан, что вот полоска, допустим, которая идет вверх, обозначает. Но мы-то знаем, мы же всю ночь вчера готовились, мы знаем, что это обозначает рост температуры в тротосфере. Вот, поэтому мы легко это обвели в кружочек и подписали. Ну, другой там, допустим, наоборот, какой-то график показан, показано, допустим, движение океанического воздуха. Так, нет. Короче, фигку сниму, и я точно знаю, что я сделаю там правильно. Ну, нормально как-то. Ну, что-то я не понимаю, зачем мне столько географии. Ну, в общем, я буду это знать. Ну, и что ты предполагаешь, как-то, насколько и сделала? Я, кстати, к ней прошла, когда сдала, и говорю, я как бы, она говорит, ну, как-то, типа, окей. Я говорю, я-то, говорю, окей, говорю, но я очень волнуюсь за спеллинг, говорю, потому что, мало того, что я, в принципе, говорю... Спеллинг — это право написания. Я говорю, в принципе, ну, я что-то прикрываю, что я индишесопинологичу. Она-то не в курсе, когда я им была, да? Я говорю, понимаете, говорю, я тут боюсь, что вот я еще и нервничала, торопилась и могла, типа, наделать ошибок. Она говорит, если я буду видеть, что ты в теме, ну, грубо говоря, что ты пишешь о том, что, ну, надо. Она говорит, у меня спеллинг не интересует, я не буду, типа, на экзамене спеллинг проверять. Спеллинг, она сказала, будет проверять только в домашних работах, потому что, она говорит, дома вы можете, ну... Ну, в прошлый раз она собиралась проверять. Собиралась, ну, видишь, пересобралась. Но в домашних работах она спеллинг проверяет. Ну, и что ты думаешь? Я не знаю, что будет, и не хотелось бы загадываться. Ну, а ты думаешь нормально, да? Я думаю, нормально, да. Ну, и опять же, сейчас у меня по этому классу из 100 возможных процентов у меня 101, поэтому я, как бы, тоже пока на расслабоне. Ну, не на расслабоне, я все равно старалась, и я действительно старалась, я потратила очень много времени на все это, чтобы разобраться, и я была далека от всего, от этого, и зачем-то я стала близка к этому. Я пока не понимаю, зачем мне это все надо. Хочу сказать, вот, недавно был влог про как снимается, сдается жилье, вот прямо перед нами стоит табличка, что сдается в рент два бедрума, два басрума, то есть две спальни, конечно, там будет еще зал, две ванны, и написан телефон, куда позвонить. То есть это будет вот в этих вот двухэтажках, таких вот похожих, как мы живем. И, кстати, в этом апартменте есть бассейн. Ну, это хорошие апартменты, короче, они хорошие. Но мне они нравятся. Мне тоже нравятся. Балкон у них широкий. Но мне не нравится то, что они открыты, и у них на улице гаражи не такие, как у нас. У них подробно вот это неприятно, а так, что мне нравится, что у них бассейнчик есть. Если кто-то звонит. Ой, да они меня задолбали сегодня звонить, поэтому я не знаю. А впереди стоит модная машина с красными брызговиками, так что кому нравится, ставьте лайк. Ничего чуждого американцам в сравнении с русскими нету. Это к тому, кто смотрел предыдущий влог про пультик в пакетике. Вот это в Беларуси, я не знаю, это называлось... Как это? Колхозный стайл как-то. Блин. Не колхозно как это, блин. Ну, колхоз по-другому как это, другими словами. Агростайл, короче. Короче, агронавороты. Красные брызговики на белой машине. Вот, то есть и среди американцев есть, которые и пульты в пакетике носят, и красные брызговики стали. А в следующий раз я вам расскажу, какое мы сегодня кино смотрели на украсе по успеху. Вот. А сегодня вы были на канале Наша жизнь в Америке. New Life is my life. И увидимся в новом видео. Пока-пока. До встречи в интернете. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok